Как передвигаются гости и участники Олимпиады и на каком виде транспорта можно подъехать прямо на трибуны? Об этом в репортаже далее. Добраться из Сочи до Олимпийских объектов довольно просто. Ежедневно по маршруту курсируют электропоезда. Это и обычные электрички и вот такие ласточки. От вокзала они отходят едва ли не каждые пять минут. Дорога, правда, не близкая. До Олимпийского парка ехать 50 минут до Красной Поляны и вовсе час 20. Зато без пробок. К тому же на время Олимпиады проезд в них сделали бесплатным. Неудивительно, что Олимпийские электропоезда пользуются огромным спросом у местных жителей. Ведь на них можно добраться до Сочи из пригорода, Адлера, Хосты, Мацесты и обратно, не заплатив ни копейки. Очень удобно добираться до Адлера и вообще до всех объектов. И вот я считаю, что это прекрасно и лучше бы вообще никогда не убирали бы. А что, есть вероятность, что уберут? Нет, я не думаю, но может быть сократят количество маршрутов, но будет, конечно же, ездить. Еще один вид Олимпийского транспорта – вот такие автобусы-шаттлы. Курсируют они по специально выделенной для них полосе. Проезд в этих автобусах тоже бесплатный. Однако право проезда есть только у тех, кто получил Олимпийскую аккредитацию или имеет билет на соревнования с датой, совпадающей с днем поездки. Кому этот вариант не подходит, могут заказать такси. Правда, лицензию на перевозку в Дни Олимпиады получили далеко не все компании, а лишь 10 таксофирм. Ограничили в эти дни и въезд в Сочи на личном транспорте. Просят машины оставлять там где-то в Толце или в Мадрии. Дальше не пускают. Пускают только со своим регионом. И то, чтобы машина была зарегистрирована именно в городе Сочи. Самый популярный вид транспорта в горном кластере – вот такие фуникулеры. Правда, здесь без билета на соревнования опять же не прокатишься. Ведь привозят они сразу в зрительскую зону. Ту, что у трамплинов или на горнолыжном стадионе. А на таких карах передвигаются по Олимпийскому парку и Красной Поляне. Правда, возят на них не всех, а только тех, кому тяжело ходить. Например, пожилых людей и семьи с маленькими детьми. Исключение они стали делать и для нашей съемочной группы. Елена Иваницкая, Андрей Крупнов. Новости из Олимпийского Сочи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова